Велсатис 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 Прикольный у нее такой зад, да? Да, самый прикольный здесь зад. Ну, может быть, не самый прикольный, но видишь, что такой компромисс, да? Самый интересный вид зад. То есть таких машин, в принципе, нет. Она не то, чтобы даже красивая или некрасивая. Покупатели ее не покупают, да? Люди не хотят эту машину выбирать. Она выпускается с 2002 года. Ты ее видела хоть раз? Да ладно, серьезно? Она выпускается с 2002 года. Ее не покупают все шесть или сколько, семь лет. Но приною все равно держат на конвейере, потому что она их гордится. Давай, посадись. О, боже мой, как приятно. Смотри, вот первая интересная деталь – это ключ. Ключ к этому автомобилю. Это ключ? Я думала, это пульт для магнитола. Нет, это пульт, и можно открыть, закрыть дверь, и можно, соответственно, завести машину. Какая классная фишка. Мне машина понравилась. Извините меня, простите. Забираю. Велсатис с двухлитровым турбомотором перевозит пассажиров быстро, но без резкости. Комфортная подвеска не боится ни ям, ни лежачих полицейских. Однако при езде по шершавому асфальту в салоне ощущается слишком много вибраций. При активном вождении не хватает информативности рулевого управления. Велсатис хорошо прописывает повороты, но правильную траекторию приходится нащупывать, сопротивления на руле почти нет. Наверное, чтобы не утруждать водителя. Таков французский шик. Велсатис выпускается уже седьмой год, хотя большого спроса так и не нашел. Цена отпугивает от французской роскоши. В России в месяц находится лишь один-два человека, готовых заплатить от миллиона двухсот сорока тысяч рублей за возможность ездить на официальном автомобиле Каннского кинофестиваля. Однако французы не спешат убирать модель с конвейера. Гордость компании перевесила мнение маркетологов. Редактор субтитров А.Семкин